Елена, какие книги Вы читаете? Какую последнюю книгу Вы прочитали? Большая часть моих книг из моей библиотеки, я собираю книги, наверное, с 14 лет. Это книги об искусстве. Сейчас я читаю книгу о Сергею Тягилеве. Это не первая книга в моей библиотеке, потому что я интересуюсь этой личностью. Для меня это очень интересный человек. Могу сказать, что я даже в прошлом году в Венеции была на кладбище на могиле Тягилева, рядом еще могиле Островинского. Такие личности меня привлекают, и мне кажется, что это мои лучшие учителя, потому что у таких людей есть чем учиться. Спасибо. Роксована питает, кому Вы завдячитесь своим заслугам? Своим заслугам я завдячую моим выкладачам, батькам и людям, с которыми я працюю. Потому что без них навряд ли было то, что я на сегодняшний день. Я даже сподеваюсь, что буду еще больше, потому что заплановлено у нас богато. Марина спрашивает. Арина, а как Ваша личная жизнь? Вы замужем, в паре, может у Вас есть дети, а мы не знаем. Я из тех артистов, которые любят афишировать свою личную жизнь, поэтому моя личная жизнь остается со мной, остается за кулисами. Спасибо. Елена спрашивает. Арина, здравствуйте. Какой стиль Вы любите слушать в свободное время? Тишину. Честно могу сказать, что в моей жизни много музыки, иногда мне просто хочется послушать тишину. Ну, конечно же, бывая за рубежом, я посещаю театр. Например, Венская опера. Я люблю послушать оперу и посмотреть балет. В Вене прекрасный оркестр. Это огромное удовольствие посещать такие концерты. Иногда камерные концерты в Венеции. Ну, вообще, при возможности, если я понимаю, что в данной стране, в данном театре есть какой-то интересный спектакль, который я хочу посмотреть, либо послушать, я всегда иду на этот концерт. Спасибо. Татьяна спрашивает. Имея в своем распоряжении час аудиции с президентом Украины, какие темы Вы бы подняли и о чем, собственно, вели беседу? Я бы отдала этот час тем людям, у которых есть более глобальные вопросы, которые они хотят задать и решить с президентом Украины. Спасибо. Татьяна спрашивает. Здравствуйте. Все время размышляю над одним вопросом. И люблю спрашивать об этом у творческих людей. Краеугольный камень искусства любовь. Читаем, созерцаем, слушаем. Любовь проявляется во всем, даже в том, что преподносят... А, это, я так понимаю, это надо отвечать на вот эти маленькие вопросы. Краеугольный камень искусства любого. Читаем, созерцаем, слушаем. Ладно, давайте... А вот в конце, как Вы думаете, если бы любовь исчезла, что стала опорой? Китом для искусства. Ну, мне кажется, конечно, не знаю, что бы было, если бы не было любви, потому что все гениальные шедевры создавались во имя любви и благодаря любви. И поэтому вдохновение, конечно, можно сказать, не знаю, в природе, в красоте мира, но без любви, мне кажется, не существовало бы искусства. Ну, как бы Сандро Ботичелли написал свою весну или рождение Венеры без любви. Так, Дарья спрашивает, спрашивает, здравствуйте, Арина. Из каких источников черпаете свое вдохновение и бывают ли моменты, когда не хочется выходить на сцену? Спасибо. К счастью, таких моментов не бывает. Я всегда с огромным удовольствием ухожу на сцену, особенно если это огромные площадки. В последнее время аппетиты растут, Китай меня приучил к большим масштабам, и с каждым разом мне хочется все больше и больше аудитории, все больше и больше шоу, всяких источников черпать свое вдохновение. Ну, как я уже говорила, это разные страны, это путешествия, это интересные личности, это книги, это интересные фильмы, спектакли, люди. Я считаю, что вдохновение, конечно, можно найти в любой вещи. Спасибо. Павел спрашивает, расскажите о вашей концертной программе, опера или шоу? Опера-шоу. Опера-шоу. Концертная программа называется Опера-шоу. Это большой шоу, которое сопровождается музыкантами, хореографическими постановками, видеоинсталляциями. Но самое главное, основа этого шоу — это музыкальный материал. Это музыка в жанре классикал-кроссовер, который знакомит слушателя с музыкой разных эпох, которая аранжирована в современной аранжировке. Я могу сказать, что в моей программе вы найдете музыку и Моцарта, и Чайковского, и Генделя, и современную академическую музыку. То есть слушателю не будет нудно, слушателю найдет все, что ему хочется. Я могу сказать, что мы проведем вас среди разных эпох, покажем вам много чего интересного. Но я очень не люблю рассказывать наперед, я хочу, чтобы вы это увидели. Так что я приглашаю вас 7 февраля в Киеве на опера-шоу в концерт-холл «Билетаж». И лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо. Таня спрашивает, Арина, какие ваши секреты красоты? Секрет в том, что секрета нет. Васин спрашивает, сколько денег обходится концерт, только честно? Не считала, но могу сказать, что все заработанные деньги – это обходится концерт. Потому что мы постоянно вкладываем все заработанные средства в свою музыку, в костюмы, в шоу. Но я не считаю деньги, потому что это моя жизнь. Кто-то покупает себе новую машину, кто-то покупает себе новую сумку. Я люблю тратить деньги в музыку и вкладывать в то, что я больше всего люблю, и то, что останется после меня в этой жизни. Спасибо. Коля спрашивает, почему в Украине все слушают тупой фастфуд, стиль собачки, а таких самородов, как вы, не очень-то жалуют. Почему у вас нет инфо пространства Украины? Вам реально большое спасибо, вам реально гордость Украины, но, к сожалению, Украина не ценит своих героев. Делайте то, что делаете. Вы талантящие, не сдавайтесь. Вперед, вперед и только вперед. Удачи, встретимся на вашем концерте, с нестерпением ждем. Спасибо большое, жду каждого зрителя на своем концерте. Почему в Украине слушают, как вы говорите, фастфуд? Я согласна с вами по поводу выражения фастфуд, потому что телеканалам, прессе очень выгодно, чтобы люди жили в каком-то самом пространстве, чтобы люди росли на такой вот музыке. Я считаю, что это деградация нации. И те люди, которые хотят интеллектуально развиваться, хотят не быть тем самым фастфудом, должны ходить в театр, должны слушать разную музыку. И я приглашаю всех вас с 7 числа на опера-шоу. Подождите, можно не убирать вопрос? Потому что... Почему мне не то в инфопространстве Украины? Да потому что такой жанр, к сожалению, не хотят пускать в украинский эфир. Мне очень приятно, что меня поддерживает британский музыкальный канал, который ротирует мои клипы не только в Великобритании, но и в Германии, вообще по всей Европе, конечно же в Азии. Я благодарна всем нашим организаторам концертов, которые провели наши концерты в Италии, Испании, Франции, Германии, Люксембурге, Казахстане, Китае за то, что поверили в наш музыкальный продукт, за то, что поверили в меня, и всей нашей публике огромное спасибо за тот прекрасный теплый прием, который вы нам устраиваете на каждом концерте. К сожалению, в Украине такого нету. Мне бы очень хотелось, и я делаю все для того, чтобы украинский слушатель имел альтернативу. Имел альтернативу поп-музыке, стилю собачки, и имел возможность выбирать, потому что люди должны иметь выбор. Спасибо. Тая спрашивает, расскажите тайну вашего псевдонима. Арина Домски, это мое имя. Спасибо. Андрей спрашивает, кто по знаку Зодиака и верите ли вы в астрологию? По знаку Зодиака и Овен? Конечно, когда хороший городскому, я всегда верю. Когда плохой, конечно же, нет. Но стараюсь вообще не зацикливаться на каких-то гороскопах, астрологии. Я верю в хорошую энергетику человека, верю, что каждый человек настраивается на хорошее, свою жизнь привлекает только хорошее. Марина спрашивает, когда вы решили быть певицей, артисткой? Восемь лет я попала в хор детского ансабля «Светанок». Там началась моя артистическая жизнь, начались мои гастроли. В 12 лет я поехала на свою первую гастроли в Испанию. Мне жутко понравилось. Полтора месяца без школы, без занятий. Красивая страна, каждый день концерт. Тяжело, конечно, было, но я поняла, что мне нравится такая жизнь, я очень хочу жить такой жизнью. Мне это интересно. Поэтому, наверное, вот тогда я сформировала свое желание. Тогда я это себя решила. Спасибо.